Владимир Карамурз, телекомпания НТВ. Я вас слушаю. Что вы хотите от меня услышать? Ваше имя, фамилия и отчество. Похоже, что нас захватили. Пока я до Москвы добрался, там уже было всё кончено. Мы просто пришли на канал. Я считаю, что сегодня начало новой эпохи для компании НТВ. Меня не пускают на восьмой этаж. Я тут ещё работаю. Я стал жертвой деятельности этого канала. Ты на меня наешь, я на тебя наешь. Каждый канал превратился в информационную заточку конкретного олигарха. Проходили слухи, что некоторых участников противостояния отдельно подкармливали. Сколько предлагали? Мне миллион. А почему вы отказались? Саша, я жить хотел. Ну и все по цепочке начали писать эти заявления. Я вернулся в машину, и просто у меня истерика началась. Мы себя очень быстро ощутили элитой. Здесь не было свободы слова, и те люди, которые это говорят, они живут в абсолютной иллюзии. Это важнейший этап не только в истории русской прессы, но и в истории российского государства. Привет, друзья! Ровно 20 лет назад, в апреле 2001 года, телекомпания НТВ сменила собственников и начала свою новую историю. Именно тогда появилась и с годами только росла легенда о старом НТВ, неком прекрасном телеканале, с которого началась современная видеожурналистика, во многом продолжающейся здесь, в Ютубе. Меня много раз просили сделать про старое НТВ, сделать про апрель 2001 года. Я и сам понимал, что эта история стоит того, чтобы здесь, в редакции, её рассказать. Но тут есть одна большая проблема. Я был участником этих событий, и я не могу рассказать о них объективистски, отстранённо, как у нас принято в редакции. У меня тут прямой конфликт интересов. Поэтому мы подумали и выбрали среди наших авторов того, кто никогда не имел никакого отношения к телекомпании НТВ – это Саша Сулим. Сейчас вы увидите её историю. А для меня это уникальный выпуск ещё и потому, что впервые в истории редакции я участвую в нём не как автор, а как один из героев. Ну, поехали. Сейчас на восьмом этаже меня пустили, хотя сначала меня долго не пускали, сказав, что я уволена. Временно отстранена от исполнения своих обязанностей. Мне позвонил координатор из нашей технической службы. Я закрылся в комнате. Похоже, что нас захватили. Позвонила Миткова, которая сказала, что я за тобой заеду. С бешеной какой-то скоростью неслась, как будто мы на пожар. Ну, я теперь понимаю, что и хорошо, что поехал по западу, сколько я хоть это видел своими глазами. Включай. Владимир Карамурзат, телекомпания НТВ. Я вас слушаю. Что вы хотите от меня услышать? Ваше имя, фамилию и отчество. Я точно не хотел участвовать в каком-то там маски-шоу. Потом там все переделали это в какой-то захват и так далее. Но реально мы просто пришли на канал. Я считаю, что сегодня начало новой эпохи для компании НТВ. Я был в Испании. Мне позвонили и сказали, что в Москве начался силовой захват редакции НТВ. Я сразу полетел обратно в Москву. Но пока я до Москвы добрался, там уже было все кончено. Я прошу вас прекратить его. Потому что вам разрешение, о чем вы знаете, для проведения съемки. Многие ведь предлагали даже забаррикадироваться в 11-й студии. Не стоять там до последнего. И я первый, кто сказал, ребята, вы сошли с ума. Вы что, хотите, чтобы вас отсюда выносили на носилках? Вы хотите, чтобы был штурм? Он будет. Но не думайте, эти ребята не остановятся. Короче, как видите, погода уже хорошая. Я решил освоить новый вид транспорта. Однажды я здорово навернулся с мопеда, поэтому теперь очень осторожен с такими штуками. Но вроде... А! Вроде все прошло нормально. Секунду. Недолго продолжался мой трип на электросамокате. Надо в офис. Ладно, сейчас каршеринг только найду. Мои друзья из Ситимобил придумали крутую штуку. Теперь в приложении можно не только заказать такси или доставку, но и взять на прокат самокат, а также посмотреть свободные для аренды автомобили. Кстати, наша тачка на ближайшие пару часов. Огромный плюс каршеринга в том, что можно не переживать о парковке, бензине и прочих технических нюансах. В Ситимобил все продумано, все оплачено, и все машины застрахованы. Цена, кстати, очень приемлемая. От трех рублей в минуту. Леш, а мне куда? А ты закажи себе такси в Ситимобил. Догоняй! Скачивайте приложение Ситимобил по ссылке в описании, и пробуйте разные виды транспорта. Кроме того, что это удобно, это еще и очень прикольно. Ребят, погнали после съемок на самокатах? Да, погнали! В тот год, когда был создан канал НТВ, я пошла в первый класс. В девятом я уже точно знала, кем хочу быть, когда вырасту. Хочу, как Светлана Сорокина, Елена Масюк и Леонид Парфенов. Но когда я уже поступила на журфак, никто из них на НТВ не работал, да и канал к тому моменту уже сильно поменялся. Но миф о старом НТВ продолжал манить в профессию сотни и тысячи, таких же, как я, влюбленных в телек, благодаря намедни, профессии репортер и сегодня. Да что уж там, он и сейчас манит. Только не в телек, а на YouTube. Дело было в мае 93-го года. Я тогда работал на Первом канале. Редакцию тогда возглавлял Олег Добродеев. Мы с ним были друзьями тогда, единомышленниками. Мы делали программу «Итоги». Добрый вечер. В эфире на Первом канале телевидения новая информационно-аналитическая передача «Итоги» в студии Евгений Киселёв. Ну и вот примерно в то время, к весне 93-го, стало совершенно ясно, что власть будет всё жёстче и жёстче, всё настойчивее и настойчивее диктовать свои условия, вмешиваться в редакционную политику. И, в общем, это было не шибко приятно. И мы решили придумать какой-то другой вариант дальнейшей телевизионной жизни. Я вспомнил, что наш старый приятель Сергей Зверев, который когда-то был пресс-секретарём у Григория Явлинского, перешёл работать к руководителю Банка «Мост», точнее «Мост Банка» и группы «Мост» Владимиру Гусинскому. И что Владимир Гусинский явно интересуется вложениями в средства массовой информации, нас выслушал и сказал, «Ребята, значит так, дать деньги на производство итогов – это вообще не вопрос. давайте будем делать целый канал». Мне сделали предложение, от которого я не могла отказаться. И Олег Борисович Табородиев, и Евгений Алексеевич Киселёв они бредили тем, что тогда мы называли независимым телевизием. И одно это словосочетание в начале 90-х годов производило магическое впечатление. Когда мне Олег Борисович сказал, «Я тебе даю на размышления время до завтрашнего дня», у меня не было никаких сомнений, что надо уходить, что надо идти в эту неизвестность. Я ни разу об этом не пожалела. А теперь о ценах на рынках на прошлой неделе. Один килограмм говядины стоил в Новосибирске 8 рублей, в Бухаре 7, в Донецке 7, в Ростове-на-Дону 11-12. И звали меня на всякую такую культуру-мультур, потому что я был единственным не из новостей, ведущим на НТВ. Так и осталось до 2001 года. Новости «Наша профессия» как девиз и прочее. А остальное, ну как-нибудь оно там само по себе. У новостников вообще очень сильная такая ортодоксия. Я там был в общем чужим. И всё время чувствовал, что мы разных кровей. В 1997-м гордёт 70-летие Его Величества. Помимо этого династия ежегодно отмечает по несколько некруглых дат. Монархия торжествует. Ну это было сразу понятно, что это работа мечты. Я стал думать, как бы туда попасть. И мы приехали в Останкино, взяли интервью Парфёнова. Он только-только сделал первый или второй выпуск «Намеднение политических новостей». Они сидели уже на восьмом этаже знаменитого Останкинского телецентра. Там был такой затхлый влажный воздух Останкино, который тогда мне казалось, что пахнет настоящей журналистикой. Вечером того же дня Леонид Геннадьевич мне перезвонил и говорит, что интервью – это отвратительное, но у тебя есть какие-то задатки. Хочешь попробовать стажёром у нас побыть? Я такой, я ещё помню, что я такой сказал, я должен подумать. Вот, но я, конечно, согласился. Я поступила в Нью-Йорк, училась на психотерапевта. И я, в общем-то, уже знала, в какой клинике я буду работать. То есть моя жизнь была уже расписана на много-много лет вперёд. И всё было спокойно, скучно и неинтересно. Было Рождество. В Нью-Йорке представлять себе звонок, дверь у меня в квартиру. Открывает дверь, стоит шикарный мужчина. Я так удивилась. Он говорит, здравствуйте, меня зовут Леонид Парфёнов. Я хотел вас пригласить работать в России. Я говорю, ой, не-не-не-не, нет, я уже всё, уже всё, там всё развалено, и там невозможно ничего. Он говорит, ну, не хотите, не надо, я там заставлять не буду. Ну, раз ездить, пойдёмте поужинаем. Ну, какой ваш любимый ресторан? Играет музыка, наткин кол, падает снег. И Леонид шёл, у него горели глаза. Он как раз тогда снимал старые песни о главном. Он пел за Пугачёва, он пел за Киркорова, он пел за Королёва, он за всех. И всё. И я шла и думала, боже, какой счастливый человек. Вот как мне не хватает этого творчества. Как же здорово они там в далёкой России живут. Но куда идти? И есть ли вообще в условиях уличных боёв что-то похожее на линию фронта? Так получилось, что когда создавалось НТВ, меня уже знали как человека, который что-то может, и поэтому позвали как одного из корреспондентов, прямо вот когда это всё создавалось. Ну и дальше я уже корреспондентом так и работал 13 лет. Автомат всегда у инспектора, на себе находится. С него нельзя снять. То есть это не могло быть нарушением инструкции? Нет, ни в коем случае. Я вообще занимался рекламой, клипами. Я был таким свободным художником. Но стали меня охаживать разные люди, представители НТВ, и предлагали просто прийти на работу. И я подумал, что ну а в конце концов жизнь меняется. В общем-то, ну столько событий, да, всё равно они меня рано или поздно захлестнут. Я не смогу вот так, просто имея камеру дома, вот, да, их не подмечать. Уважаемые россияне, добрый вечер. В студии с обзором событий минувшей недели сами видите кто. Лето 1994 года мне позвонил Григорий Горин и сказал, что вот какая-то передача, у неё ещё не было названия, какие-то куклы, какая-то юмористическая передача. В ноябре началась 1994 года программа в итоге, а с января я оказался на долгое время единственным её автором. Но уже изменилось отношение моё к этому, потому что совпало с началом выход программы куклы и начало Первой Чеченской войны, которая резко изменила интонацию всей этой истории, потому что это начиналось как какая-то юмористическая программа, можно было порезвиться просто, повалять дурака. Это превратилось в политическую, гражданскую сатиру. Сегодня ожесточённые бои проходили в районе центрального рынка, а это примерно в 200 метрах от президентского дворца. Поначалу государственные телеканалы показывали войну как такую лёгкую прогулку федеральных войск для восстановления в Чеченской республике конституционного порядка, как тогда говорили. А выяснилось, что это кровавая бойня. НТВ стала показывать Первую Чеченскую войну во всей её, с позволения сказать, красе, во всей её неприглядности. По протоколу, который подписал сегодня Шамиль Басаев, огонь в Чечне прекратится только в том случае, если будут освобождены все заложники. Внутри руководства НТВ все были одних взглядов на то, как нужно и нужно ли таким образом показывать войну в Чечне? Никогда не было ни в руководстве НТВ, ни в журналистском коллективе никаких особых равногласий, правильно ли мы работаем, правильно ли мы эту войну освещаем. Нет, ничего подобного нет. Как бывший ВДВшник я довольно быстро начал ездить почти сразу в то, что принято называть горячими точками. Когда мы ехали в Грозный, мы надеялись на новогоднее затишье, но похоже, что судьба города решится в ближайшие дни. Оставшиеся в живых танкисты ведут беспорядочную стрельбу в сторону боевиков. Защитники города настроены решительно, и если штурм будет продолжаться, город ждут кровопролитные бои. Когда мы прошли штурм Грозного, где-то, наверное, в март 95-го, было четкое просто, ну, более четкое указание или там задача делать по максимуму с предоставлением противоположной точки зрения. То есть чтобы был сюжет, который бы представлял там федеральную точку зрения, например, там или со стороны армии, если это просто боевики. Каких-то вот именно инструкций, когда ты уезжаешь, а тебе говорят вот то-то, то-то можно, то-то, то-то нельзя, не было. И не могло быть. Хотели Кремль штурмовать. А как вы уверены в том, что вы смогли бы это сделать? Ну, это уже второй вопрос, понимаете. Главное, мы могли бы его хорошенько разрушить. А как так получилось, что в репортажах НТВ было больше боевиков и больше их точки зрения? К боевикам было проехать в определенное время проще, чем к федералам. На самом деле это и потом сохранялось, но просто уже у нас был опыт, как уговорить военных взять тебя куда-то и так далее. Ну и плюс, конечно же, руководство работало с пресс-службами, чтобы те шли навстречу и брали группы. А как вы относитесь к претензии в связи с этим, что НТВ стояло на стороне боевиков? Наша работа – показать, где что происходит. За это мы получаем деньги, и это наш долг гражданский, если угодно. Если официальные источники информации говорят, что Грозный взятый, он под контролем, как было, например, 1 января 1995 года, а на самом деле город был скорее под контролем боевиков. И, в общем-то, там погибло много ребят, солдат. И мы это показали, рассказали. Я считаю, в этом наша работа и была. Летом 1996 года было подписано Хасавьорское соглашение. И начался вывод федеральных войск из Чечни. После завершения Первой Чеченской войны в республике стали массово создаваться лагеря по подготовке боевиков и распространяться идеи религиозного экстремизма. Террористы стали регулярно брать заложников и похищать людей с целью выкупа. В мае 1997 года в плен попала съемочная группа НТВ. Журналистка Елена Масюк, которая за два года до этого брала интервью у полевого командира Шамиля Басаева, вместе с оператором и звукорежиссером провела в чеченском плену 100 дней. За их освобождение Гусинский заплатил полтора миллиона долларов. Но после этого отношения журналистов и общества в целом к событиям в Чечне сильно изменилось. Знаете, я не буду говорить за всю свою жизнь, но в ближайшие мои творческие планы не входят в поездки в Чечню. Ни один репортаж из Чечни не стоит 100 дней чеченского плена. Нельзя платить выкуп террористам, но, к сожалению, мы были поставлены в безвыходную ситуацию. Тот факт, что Лена и оператор, и звукооператор вернулись из плена, живые и здоровые, естественно, я позиционирую все сделанное как правильное. Если мы сейчас рассуждаем на тему, надо было платить выкуп или не надо, то я сторонник именно в этой ситуации того, что выкуп надо было платить. Потому что была не одна похищенная журналист, были примеры, когда люди погибали. Стиль власти. 1994 год стал годом брежневизации режима. Нужно рассказывать, какой была Россия. Это была страна, которая считала, что многое возможно, что все впереди, что возврата к прежнему нет. И что все очень трудно, конечно, но как-то с этим справляться надо. Какое-то такое было бесшабашное настроение. Конечно, было очень много авантюрности в этом во всем. 90-е – это, конечно, были очень тяжелые годы для страны, для государства. А для нас, для телекомпании НТВ, они оказались просто самыми плодотворными, самыми счастливыми, можно сказать, золотыми. Мы себя очень быстро ощутили элитой. Добрый вечер. На канале НТВ 30 минут информации о событиях этого четверга. Информационные студии НТВ Евгений Киселев с очередным специальным выпуском программы «Итоги». Телевидение тогда, в первой половине 90-х, вот 93-й, 94-й, 95-й, 96-й годы, оно играло в жизни общества совершенно другую роль. Это было окно в мир. Потому что люди действительно новости узнавали по телевидеру. Величие, которое исходило от новостей, это тоже нездорово. Но и от итогов, прежде всего. Они были заняты очень важным делом. Они, конечно, миссию. Это было всегда у новостейщиков, и это, конечно, вышло из советского телевидения. Завтра заседание Нижней палаты парламента продолжится. Если депутаты будут работать взятыми темпами, и президенты россияне уже на следующей неделе будут знать, чего можно ждать от Пятой Государственной Думы. Информационная журналистика тогда переживала действительно свой золотой век. Журналисты в России были гораздо больше, чем просто журналистами. Они были законодателями Дум, они были лидерами ламами, лидерами общественного мнения. Начинаешь ощущать себя в состоянии близком к профессиональному счастью. Вы когда-нибудь еще испытывали это профессиональное счастье? Ну нет, конечно, испытывал. Многократно. Многократно. Но вот эти условия, в которых создавалась НТВ и первые его годы, это было что-то такое нереальное, удивительное. И казалось, что это так хорошо, что это не может продолжаться долго. У нас была действительно сильнейшая, лучшая репортерская школа. У нас были технические возможности выше, чем у коллег. Мы первыми начали работать, использовать в работе то, что называется тарелкой, спутниковую телевизионную станцию. Новости перестали быть безликими. Каждая тема, каждый сюжет, каждая новость обрели свое лицо. И под репортажем обязательно ставилась подпись корреспондента. Он должен был озвучить свою фамилию и фамилию оператора. Но больше того, он должен был обязательно появиться с микрофоном в кадре. Эрнест Маткевич, СНТВ для программы «Итоги». Люди, которые из новостей, конечно, они считают, что они главные на белом свете, потому что они выходят два раза вечером, и вообще на них держится сетка. Ведь сетка бывает до новостей, после новостей, перед вторыми новостями и после вторых новостей. Вот на этом скелете все держится. Линейное программирование. Сейчас это норма жизни любого телеканала. Когда новости выходят в одно и то же самое время, сериалы выходят в одно и то же время. И зрителю даже не нужно заглядывать в программу передач, особенно в прайм-тайм, чтобы представлять себе, когда нужно включить телевизор для того, чтобы смотреть любимый выпуск новостей или любимый сериал. Это было впервые в России. Это было понятно, что надо делать самим, но не изобретать велосипед. Надо делать то, как сделано уже во всем мире и брать пример у лучших. На тот момент, конечно, ни у кого не было сомнений, что американская тележурналистика лучше. Ни на одном другом канале не было такой вещи, как оформление в одном стиле. Электронно-графическая одежда канала, когда все шапки, заставки, отбивки, все выдержано в одном стиле, когда это все нарисовано одним художником, который при этом обыгрывает зеленый шарик НТВ. Десять лет меня мучили журналисты. Что такое зеленый шарик? Почему там на НТВ зеленый шарик появился? Твой шарик просто так. Это было классно наблюдать, этот драйв, как они там бегали на монтаж с кассетами, врезались друг в друга на поворотах натурально довольно сильно. Охренели, что ли? Они занимаются чем-то большим и важным, а я тут занимаюсь чем-то не самым большим и важным. Но периодически это востребовано. Я был очень полезной какая-то там жемчужинка в короне, но заведомо не главное, не основное дело. Программ, брендов таких, которые в истории телевидения остались, от того НТВ почти нет. Конечно, это главные были сегодня и итоги. Это был потрясающий канал. Это был такой глоток связи в воздух, но, извините, я говорю банальность, это было созвездие равных. Там были великолепные Сорокина. Знаете, как ее называли? Родина-мать. Желаю вам всего хорошего и желаю, чтобы там, где вы живете, все-таки меры принимались такие, как обрисовали вы. И желаю, чтобы у вас ничего не происходило. Всего доброго, до свидания. Там был, ну, Парфенов. Ну что, вот тут только снять шляпу, мы же не будем на полном серьезе говорить, кто такой Парфенов. Там даже погоду вели со вкусом. Если вспоминать передачи, которые выходили в прямом эфире, да, были горячие споры, конечно же, и поэтому это было интересно, но это был свободный канал для свободных людей. Мне очень трудно дать объективную оценку этому каналу, потому что в определенном смысле я стал жертвой деятельности этого канала, как, впрочем, они стали жертвой моей деятельности. И мы в этом смысле, так сказать, испытываем друг к другу чувства, которые вряд ли можно без использования нецензурной лексики описать. В 97-м году из информационной программы неполитических новостей на Медне переформатировалась документальный цикл об истории СССР и России. Вверху написано «Малашенко Игорь Михайлович», вот, бланк такой для резолюции. Было написано «да» и подпись, и все. И он мне это отдал. Вы так утверждали идею. Да, я к нему пришел, это был просто разговор. Я думал, что я ему расскажу, и если он мне скажет, что, в принципе, это интересно, то я что-то подготовлю. А вот 61-й год – это вот что? И почему-то у меня здесь бумаги даже нет, а лежат газеты. Ну, тогда у всех начальников лежали ступки газет. И я помню, что я на полях коммерсанта стал писать просто в столбик. Там «туфли шпильки», «Гагарин полетел», «Человек-амфибия», «Берлинский кризис». И что все вот так вот оно и будет материться. Я еще помню, что я специально быстро-быстро из головы писал. Больше не было ничего, кроме полей коммерсанта. Благо, вот вверху у коммерсанта поля широкие. Все решение заняло 15 минут. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Новая серия «Намедний» «События, люди, явления, определившие образ жизни» до сих пор выходит на YouTube-канале Леонида Парфенова. Кстати, в том же 1997 году Парфенов ненадолго становится главным продюсером НТВ и запускает, среди прочего, программу «Про это». Сегодня мы поговорим о мужчинах, которые не боятся плохих примет. Тема нашей программы – мужская проституция. Когда Леонид говорил, что это будет передача «Про это», я падала в обморок. Потом приходила в себя и говорила, что это невозможно. В нашей стране про это говорить нельзя. Потому что я даже дома с родной мамой про это никогда не говорила. А Леонид говорил, «Лена, как ты не понимаешь? Вчера было рано, завтра будет поздно. Это революционная ситуация. Надо делать здесь и сейчас». Темы, которые мы поднимали, не поднимались до нас вообще никогда. И я помню, пришел парень, который сделал вот этот каминг-аут, и я сказала, «А твои родители знают об этом?» Он сказал, «Нет, нет, я не могу об этом сказать маме. Теперь узнают». Я говорю, «Как ты пришел? Тут сидят люди какие-то там, 200 человек. А дома?» А он говорит, «Вот мне здесь проще об этом сказать, чем сказать дом, потому что дом, конечно же, не поймут и все». Примерно в то же время Николай Николаев придумывает свое независимое расследование. Детективное ток-шоу, в котором в прямом эфире обсуждались громкие преступления. Вскоре из программы Николаева родится отдельный жанр «Чрезвычайное происшествие», который в какой-то момент поглотит едва ли не все НТВ и значительную часть российского телевидения. Ночная прогулка по заснеженным Ключанским улицам стоила Сергею жизни. Он погиб при невыясненных обстоятельствах. Прихожу к Добродееву, говорю, «Олег Борисович, вот хотелось бы сделать там передачу». Ну, напиши там мне поллисточка, значит, там, что там-то. Я, значит, написал. «Да, ну ладно, давай, иди в продюсерский отдел. Сам будешь везти?» Я говорю, «Да, ну иди там делать». Так началась программа «Независимое расследование». То есть это не было какого-то там мощного обсуждения, там, согласования. Это ничего не было. Всё, идите, делайте штуки. А темы выпусков, с кем вы согласовывали? Ну, так, в пробег, вот так вот. Да, да, в прогляд. Мы первые делали про сексуальное насилие, на работе, то, что вот сейчас в мету. Пришла героиня, молодая, симпатичная девушка, которая с возмущением говорила, она не для того университет заканчивала, чтобы потом с каким-то якобы бизнесменом потом по баням бегать. А второй вышла её мама. И мама была возмущена. Если бы она, моя дочь, знала, через что я прошла в комсомольские годы, чтобы её выкормить и поднять, её мужа, чтобы, ну, то есть своего мужа поддерживать, она говорит, ну, просто совести у неё нету, она выпендривается. Вот, пожалуйста, вот вам мету. У Владимира Александровича Гусинского был интерес сделать мощный рычаг влияния. У Олега Добродеева и Евгения Киселёва и Игоря Мавашенко на тот момент был интерес сделать независимый профессиональный журналистский телеканал. Безусловно, Гусинский использовал политическое влияние, НТВ, популярность, возможности. Да? Доверие публике в том числе. Для решения в том числе своих бизнес-вопросов или политических вопросов, которые в олигархической стране являются и бизнесовыми одновременно. Любое авторитетное, качественное средство массовой информации имеет политический вес, политическое влияние. Это нормально. Я думаю, что это все почувствовали буквально через несколько месяцев существования компании. Не может быть независимого средства массовой информации. Оно всегда зависит от того, кому оно принадлежит. Государству, частному лицу, корпорации. Можно ли сказать, что тогда, когда НТВ был зависим от желаний и политики Гусинского, он был более свободен, чем сейчас, когда он зависим от государства. Я думаю, что большой разницы нет. Надо еще иметь в виду, что все-таки государство тогда было другим. Оно было развалено. И Ельцин, который очень-очень трепетно относился к журналистам, которые во многом ему помогли и в 91-м году, и в 96-м году, он, в общем, на эти вещи смотрел спокойно. Ему было просто не до нас. А страна была разобрана. Некому было просто заниматься свободолюбивыми журналистами. На уровне людей, которые делали контент, это был безусловно независимый телеканал, независимый от федеральной власти. И в целом независимый от власти. Он был, конечно, зависим от Владимира Гусинского, собственника. И не могло быть по-другому. Прямой цензуры там не было. Да, насколько я знаю, были пожелания, которые высказывались в устной форме. Но это были именно пожелания. Я лично не сталкивался с ними, но я знаю, что там ребята, которые ездили, например, освещать региональные выборы, иногда им говорили, что нам бы хорошо, чтобы вот этот бы победил. Выпускать такие сюжеты звали определённых журналистов? Или всё-таки журналисты, новостей присягая на службу НТВ, они подписывались и под некой генеральной линией? Может быть, даже вообще объясняли Татьяне и Михаилу, а они уже дальше доводили. Или шеф-редакторам. Я даже не знаю, какой был механизм. Но ощущение, что вот есть отдельные какие-то информационные киллеры, которые ходят со специальными заточками и чуть что их вонзают очередному вице-премьеру. Нет, такого не было. По-моему, это было более-менее равномерно. Не был свидетелем того, как кого-то инструктируют, но репортаж, он же говорит сам за себя. Но журналисты, как верные бойцы, опричники конкретного своего хозяина феодала, они должны это делать. Но ещё раз повторю, такое было время, оно диктовало такие условия, и, видимо, такие задачи стояли тогда перед журналистикой, и, видимо, вот это тогда называлось журналистикой. Были корреспонденты, с которыми мне было проще договариваться, которые понимали меня, а я понимал их с полуслова. Вы знаете, всё остальное – это досужие бредни. Да, я предпочитал работать с определёнными журналистами, а с некоторыми работать не любил, и даже порой расстраивался, если не находилось другого автора для какого-то конкретного сюжета. Не было прямым указанием, так-то и так-то надо сделать, но ты понимал, что на какой стороне воюет твоя компания в этих информационных войнах. Журналисты продолжали быть свободными, независимыми, и имели возможность говорить то, что нужно говорить журналисту в конкретной ситуации. Да, мы выполняем какие-то задачи, у нас разные хозяева, это действительно были хозяева, если что, кривить душой. Но при этом свобода выбора и свобода слова в том понимании, которое возможно в России, у нас, конечно же, была. Главное орудие генерального калибра – это были комментарии Киселёва, когда вот он на этой неделе Чубайс заговорил, как водится, передёргивая факты, и вот таким вот образом это подавалось. Полемики никакой не было. Это доносилось как генеральная линия. Это было в этом смысле, это было совершенно по-советски. То есть мы доносим некую точку зрения, которая является истиной. Ну, то, что и сейчас. А вот что сказал Песков, то и есть правда. Ну, а теперь о большой политике. Как и всю минувшую неделю, сегодня в Москве проходили переговоры с представителями международных финансовых организаций о выделении России многомиллиардных кредитов. Бывали ли случаи, когда Владимир Гусинский приходил к вам, либо к Олегу Борисовичу Тобородееву, просил каким-то определенным образом отражать определенные вещи, кого-то ругать, или наоборот хвалить, поддерживать, мочить. Такого не было никогда. Разумеется, мы встречались с Гусинским, но, как сказать, на его территории никаких, знаете, установочных совещаний, никаких накачек. С его стороны никогда не было, поверьте. Мы, в общем, с Гусинским тогда, во всяком случае, были единомышленниками, одинаково смотрели на политическое, настоящее и будущее России, и, если угодно, там исповедовали одни и те же ценности. Женя Киселев всегда гордился тем, в те времена, что он делает политику в стране. И вот тут большой вопрос, это правильно или нет. И, к сожалению, мы были действительно все очень талантливы и так далее. И вот то, как шансы Бориса Немцова стать преемником Ельцина растаяли, во многом, в общем-то, заслуга и творческого коллектива НТВ, я считаю, его лучших перьев, к сожалению. Гусинский от меня требовал, что я ему делал услуги в области приватизации. В ультимативной форме потребовал, потребовал, чтобы этот 25 плюс 1 процент акций «Связь инвеста» — это крупнейший российский, так сказать, оператор и холдинг в области телекоммуникации в то время, как бы там ни пошел акцион, чтобы он достался ему. Вернее, той фирме, которую он приведет. Разумеется, я уклонился от такого рода договоренности. На меня была отъявлена травля, я вынужден был уйти из правительства, и он писал сам заявление. Когда был этот самый злополучный конкурс по «Звязь инвесту», Ян перебыл в отпуске. И мы тогда, я помню, с Малошенко и с Добродеевым довольно быстро уговорили Гусинского, что не надо, условно говоря, в программе «Итоги» выходить из отпуска, как-то на все это реагировать, как-то все это комментировать, потому что у нас будет очевидный конфликт интересов. Игнорировать историю со скандалом вокруг так называемого «дела писателей» было бы неправильно. Дело писателей или книжный скандал случился в 1997 году. Тогда в прессу просочилась информация о том, что представители администрации президента и правительства, среди которых был первый вице-премьер и министр финансов Анатолий Чубайс, и зампредседателя правительства Альфред Кох, получили по 90 тысяч долларов за написание книги об истории российской приватизации. Из-за скандала, который сопровождал «дела писателей», все его участники лишились своих должностей. Чубайс нас всех собрал, ту команду, которая вместе с ним делала приватизацию, и сказал следующее, примерно, что мы все должны написать книгу о приватизации, потому что это стоит того, чтобы в этом было написано. Предлагаю вам из своих денег заплатить гонорар. Каждому по 100 тысяч долларов. В то время подоходный налог был 35%. У вас останется 65 тысяч. Из этих денег 10 тысяч вы оставите себе. Остальные 55 тысяч вы внесете в качестве взноса, как учредителя, в фонд защиты частной собственности, который возглавит Егор Гайдар, который будет заниматься, так сказать, защитой частной собственности. И НТВ, и ОРТ тогда говорили только одну фразу. каждый получил по 100 тысяч, точка. Никто не рассказывал всей истории. А когда мы хотели рассказать, нам не дали такую возможность. И в конечном итоге это как карточный домик все по принципу домино разваливалось и привело в марте к отставке вообще правительства Черноморда. Ну то есть с вами решили свести некие личные счеты? Да, они нам так и говорили, что вы будете уничтожены. По мере развития событий возникали вопросы. Мы публично их не ставили, потому что мы настолько собой гордились своим имиджем, имиджем непредвзятых, независимых, правильных, то даже, знаете, вот засомневаться в том, что то, что мы делаем неправильно, но было, честно говоря, страшновато. А вам лично приходилось переступать через себя или какие-то свои принципы, вот когда что-то сверху спускалось? Ведущий в кадре он не должен проявлять свою заинтересованность. Речь шла о репортажах, которые мы показывали. А репортажи были уже ангажированы в подводках, в текстах, которые, например, произносились с экрана. Этого, конечно, не было. При этом все-таки на НТВ выходили сюжеты, которые могли и замочить кого-то и, наоборот, поддержать. Могли. 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 Да. Я сам попался на такую удочку однажды. Да, было такое. Ну, был такой Таранцев, бизнесмен. Ну, насколько я понимаю, там как-то бизнес-интересы пересекались с Гусинским, наверное. Да. И я уже ехал с одной съемки, уже ехал в редакцию, и мне звонок от Добродеева. Тебе дадут материал на одного человека и надо про него сейчас сделать расследование. Менты показывают видеосъемку человека, который возле огромного, прекрасного особняка, я даже, не знаю, это замок какой-то. Купается в бассейне. Вот смотри, вот это, значит, вот такой Таранцев, который, значит, то, сё, вот это сделал, вот это сделал. Сейчас не буду там перечислять. Сейчас он в Америке. Значит, вот надо, так сказать, изобличить его. Посмотри, вот, что он там понатворил. У него там рынки, значит, в Москве. Я, Добродеева, Агалия Борисовича, похоже, что запись стыринная. Вторжение в частную жизнь, как бы, намечается. Как бы нехорошо. Ну, ты, Колечка, делай, это, так сказать, рейтингово. Давай там, ничего. Сделай. Я делаю. Ровно через две недели я попадаю в Испанию и еду, значит, на такси к своему отелю и ночью вижу знакомые очертания. О, это же дача Таранцева, говорит таксист. Он говорит, нет, это, говорит, у нас гостиница одна из самых дорогих. Кто был источником вот этого ложного вброса? Менты? Или кто-то ещё? Я не знаю. Было ощущение, что да, там, наверное, надо что-то как-то отработать, какую-то повестку, но в целом, в целом, в целом мы всё равно самые крутые, независимые, либеральные. Когда были разные телеканалы с разными повестками и разными и разными, как это сказать, восциллажем, то есть первый канал поддерживал сразу единство Путина, и мы помним Сергея Доренко, НТВ поддерживало Лужкова и Примакова. Но в целом, когда это конкурентный рынок, это не так ужасно. Это как раз нормально. Это было орудие шантажа со стороны владельца канала господина Гусинского. И, в общем-то, никто не скрывал, и на рынке все прекрасно знали расценки за ненаезд, которые Гусинский, так сказать, как прайс-листы рассылал всем бизнесменам и прочим-прочим-прочим. А можете какие-то примеры привести? Будем считать, что это моё оценочное суждение. Но я очень много знаю бизнесменов, которые мне прямо открыто и говорили, что мне такую плату делают. А плата была тысячи долларов, сотни тысяч долларов? Миллионы долларов. Олигархическое телевидение плохо. Наверное. Особенно, если олигархи занимаются политикой одновременно тоже. Ну, еще и преследуют какие-то свои бизнес-интересы через этот свой ресурс вещательный. То против Березовского, то вместе с Березовским против Чубайса, то топя Ельцина, то топя Коржакова, поднимая Ельцина, а то топя вместе. Так что вот эти вот шарахани были видны. Мне кажется, что вы путаете НТВ с другим каналом. На ОРТ силами покойного Сергея Даренко, программы «Время», каких-то других передач. Вот там действительно шли разные компании против Немцова, против Чубайса, против кого-то еще. Мы, наоборот, в этом старались никак не участвовать. До тех пор, пока не происходили какие-то вещи, которые становились просто новостями. Программа «Куклы» одна из самых рейтинговых, популярных, народно-любимых. Почему бы ее не использовать как некий инструмент влияния и формирования общественного мнения? Вы знаете что? Я... Это надо спросить, наверное, у Владимира Александровича. Но я могу только констатировать, что ни одного раза я не получил вот этого трогать, этого не трогать, этого поддержать, этого не поддержать. По приютам я детства скитался, не имея родного угла. Что Добродеев, что Гусинский смотрели эту программу вместе со всем народом. Потом начиналось то, что реакции были скандальные. Довольно быстро мы дожили до первого уголовного дела в июне 95-го года. Программа, посвященная повышению пенсии до 13 долларов в месяц в России. Я решил, что полезно этим резиновым персонажам, хотя бы им, потому что про прототипах не говорим, но хотя бы, чтобы они пожили на 13 долларов в месяц. Мы сделали программу на дне, где все они были бомжи. «Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» И эти подпевали «Ах, зачем ты на свет появился?» В общем, такая была довольно брутальная вещь. И 13-го числа, 8-го вышла она в эфир, а 13-го было возбуждено уголовное дело по статье 131-го, часть 2-я «Оскорбление должностного лица, нанесенного в непристойной форме». Это после этой истории Черномырдин записал вот это знаменитое видео с этой куклой? Конечно. На 8-е марта уже 96-го года они начали давать тормоз. И договорились, к нему на дачу приехали наши красавицы, все Миткова, Сорокина, там все с куклой и расслаблены. И, в общем, это был такой сигнал, что все, никто не обижен. И Черномырдин действительно, ну он органичный был человек, он мацал эту куклу, обнимался с ней, говорил, что ты мордатый такой, смеялся совершенно искренне. «Похож, я должен сказать, похож. Вы себя узнали, Виктор Иванович». Здесь, наверное, бы... Благодаря этому куклы приобрели, конечно, дополнительную популярность огромную и стали на какое-то время неуязвимы, потому что после того, как рассосалось это уголовное дело, года 2-3 к нам просились в куклы, просились люди, какие деньги предлагали. Сколько предлагали? Мне миллион. Долларов? Ну не рублей же. Долларов? Ну что вы, ну... Мы же серьезные. Долларов. Брынцалов такой был, который хотел стать президентом Российской Федерации. А почему вы отказались? Саша, я жить хотел. Вот берешь тот миллион, но это все. То есть ты перестаешь быть журналистом, писателем, приличным человеком, ты идешь в обслугу. Промежутка нет. А если ты берешь миллион, а потом говоришь, а знаете, я миллион взял, но я честный журналист, поэтому я буду... Нет, так не делается. За это стреляют в живот. 96-й год. Президентские выборы. Пьяный танцующий Ельцин. А у нас указания широко освещать предвыборную кампанию и всячески гнобить Зюганова, который, как мы уже знаем, первый тур-то выиграл и имел все шансы выиграть и второй. Была развернута кампания «Голосуй или проиграешь» и все каналы присягнули на верность президенту Ельцину. Люди в штабе Ельцина в том числе были людьми из руководства НТВ. Да, Игорь Малошенко был действительно членом так называемой аналитической группы. Почему Малошенко согласился, это надо было бы его спрашивать. Со мной он не советовался. Я лично был поставлен перед фактом, но при этом вот мной он не особенно рулил. как, впрочем, не особенно рулил там Добродеевым. Была просто достигнута принципиальная договоренность, что мы будем создавать информационные поводы. А вы, коллеги, старайтесь эти информационные поводы не пропускать. Это была, кстати, одна из причин, когда тогда Олег Добродеев осерчал на Эрне Москевичу, потому что Эрне в рамках как раз той концепции, которая у нас была до 96-го года, он старался с тем же Зюгановым поступать объективно и не позволять себе каких-то таких не очень лицеприятных вещей. Надо отдать должное моим руководителям, что меня за это никто не уволил. И я продолжал работать. Но какие-то специальные, деликатные поручения не выполнял, конечно. Тогда реально существовала угроза коммунистического реванша. Я категорически не согласен с людьми, которые сегодня утверждают, что ничего бы страшного не произошло, если бы к власти пришёл Зюганов. Я думаю, что если бы к власти тогда пришёл Зюганов, то Россия очень быстро превратилась бы в некое подобие режима Лукашенко в Белоруссии. Люди, которые там работали, они искренне были против Зюганова. Я отлично помню разговоры в нашей корреспондентской, но не было ни одного человека, который бы сочувствовал КПРФ. По возрастным причинам, по профессиональным причинам. И нам казалось, что то, что мы делаем, это оправдано. Понимали ли мы тогда в моменте, что мы сильно подыгрываем одной из сторон, а именно Ельцину? Думаю, что да. Но нам казалось, что это норм, потому что мы, как либеральный телеканал, который за всё хорошее, за прогрессы против возвращения коммунистической диктатуры, мы считали, что это правильно. В обмен на поддержку Ельцина в 1996 году указом же президента он получил метровую чистоту бесплатно, что тоже, на мой взгляд, было нарушением всех мыслимых правил приватизации, потому что метровая чистота – это тоже актив, который стоит бешеных денег. Но тогда Ельцин не спросил никого из правительства, как с этим активом распоряжаться. И мы, так сказать, оспорить это действие президента не сумеем. Каждый канал превратился в информационную заточку конкретного олигарха. В принципе, было такое время, когда любой маломальски значимый олигарх считал неприличным не иметь у себя в собственности либо телеканал, либо радиостанцию, либо какую-нибудь газетёночку хотя бы. Государство тогда не было сильным. И когда власть где-то валяется на дороге, кто-то же её должен подбирать. Зарплата была вся в конвертах. Это я хорошо помню. То есть часть была официальная, но основное было в конверте. И это прям были деньги. Ого-го, да. Я получал 300 долларов. Это прям для молодого корреспондента было в программе «Намедни». Это было прям очень круто. А потом, когда я перешёл в новости, я уже был типа первым пером. Я стал получать сначала 1200, а потом 1500 долларов. И это прям вообще было очень круто. Так просто ничего не давалось. То есть надо было работать хорошо. 12-14 часов. Ненормированный рабочий день, ненормированная рабочая неделя. Отсутствие отпусков. Только отгулы. Я даже свидание девушкам назначал на полдвенадцатого ночи. То есть времени на прелюдии у меня уже не было. Он платил журналистам больше в два раза, чем были зарплаты на рынке. При этом он очень хитрую политику вёл. Для того, чтобы журналисты не платили налогов, он не платил им зарплаты, а платил им, как будто бы это были займы. Из-за этого журналисты все ему, получая бешеные деньги, оставались должны. И он всегда мог с них этот долг потребовать. Они не понимали, в какую ловушку они попали. То есть как только они ему не сказали, а я не буду травить Немцова, ну так там у тебя должок два миллиона, заплати, пожалуйста. А что это за история с кредитами журналистам? Таким образом оформлялись зарплаты? Или почему журналисты брали кредиты у работодателя? Вы знаете, это выдавались кредиты на приобретение квартиры. Потому что у многих не было жилья, а у меня в том числе не было жилья. Но это был такой способ поддержания корпоративного духа в коллективе. Безусловно, на первых порах это воспринималось только как благо. Вопрос о какой-то срочной отдаче вообще не стоял. Сказали, ну вот потом, потом, когда-нибудь вот сейчас встанем на ноги, разберемся, потом, потом, потом. Сейчас вообще даже об этом не думайте. Никто об этом и не думал. То есть это как подарок такой был. Ну фактически да. Женя в лучшие годы программы «Итоги» вообще в Лондоне почти всю неделю проводил. То есть он вел программу «Итоги», улетал в понедельник в Лондон и только в пятницу возвращался. А почему он в Лондоне жил? Просто так? Просто потому, что все хорошо у него было. Собственно, мог себе позволить. Был как бы ведущим самой рейтинговой программы в стране, которая не просто там рассказывала о политических событиях, но и создавала их. Программа «Итоги» возвращается в эфир после новогодних и рождественских каникул. За эти две недели в стране фактически уже развернулась президентская предвыборная кампания. Первый звоночек такой о том, что все идет к какому-то кризису, произошел именно когда ушел Олег. Это было неожиданно, ну, по крайней мере, для меня. Все прекрасно понимали, что между Добродеевым и Киселевым произошел конфликт. Да? Добродеев не просто так ушел. И в компании работали люди, которые были очень близки с Добродеевым, ну, вот, как я, например. Ну, те люди, с которыми он начинал. И были те, с кем был близок Евгений Алексеевич. Сразу за Олегом ушло несколько журналистов, которые, в общем-то, представляли такую весомую часть команды НТВ. и это уже было предзнаменованием такого более жесткого раскола в 2001-м. Я долгое время воспринимал Олега Добродеева как своего друга и единомышленника. К сожалению, в какой-то момент выяснилось, что он не единомышленник и не друг. Было время, когда я был просто влюблен в Добродеева, когда я смотрел ему в рот, и тем более для меня было вот так тяжело это пережить. Покидая НТВ, Олег Добродеев сказал, что уходит в никуда. Но вскоре стало известно, что он возглавил ВГТРК. В их тысячном еще не все понимали, что эта площадка станет полноценным плацдармом, с которого новая власть начнет свое информационное наступление. И странно, что этому не было дано никаких внятных объяснений. Просто почему-то он перешел на ту сторону. И спустя немного уже стало такое отношение откровенно враждебное, даже которое высказывалось публично на летучках. Я не понимал, что это все, что имею в виду с серьезными людьми, что это большая политика, большие деньги, большие предварительные договоренности. Это я все потом узнал. То ли Олегу там что-то предложили, то ли он понял обреченность того курса, которым двигался корабль. Мне трудно судить. Потом, понимаете, я ведь никогда в это политбюро не входил. Я был в ближнем круге, но не в ближайшем. Когда власть в стране находится, реальная власть экономическая, а за ней и политическая, находятся в руках группы состоятельных людей, которые могут позволить себе практически все, в какой-то момент интересы этих людей могут войти в противоречие с интересами своей страны. Олегу Борисовичу Добродееву это не просто надоело, а он не смог продолжать работать в этой парадигме. И надо было принимать решение. И он ушел на государственное селение. В компании стали образовываться кланы, группки по интересам, поблизости к начальству, чего при Добродееве не было никогда. Ну, а потом ситуация в компании ухудшалась. У нас действительно постоянно, ну, психологический прессинг был очень сильный, потому что ясно было, что дело идет к каким-то переменам, к смене собственника. На выборах в Госдуму в декабре 99-го НТВ поддерживала партию Евгения Примакова и Юрия Лужкова, рассчитывая на то, что впоследствии один из них возглавит страну. Однако стараниями главного конкурента телекомпании, канала ОРТ и его телекиллера Сергея Доренко, репутация Примакова и Лужкова была практически полностью уничтожена. И они отказались от участия в выборах главы государства. В марте 2000-го президентом России стал Владимир Путин. А сегодня Владимиру Путину было вручено удостоверение. То есть обратите внимание, что по существу в должность президент вступил сегодня, по крайней мере, в удостоверении написано именно это. Там недвусмысленно сказано «президент». В первый рабочий день, когда президент, что называется, приступил к работе, первое, что произошло, это был налёт на штаб-квартиру медиамоста в Большом Палашевском переулке. Дело-то шло не просто в войне против НТВ, а в войне на уничтожение всех достаточно влиятельных независимых средств массовой информации. Почему Гусинский не нашёл общего языка с Путиным? Когда началась эта война, и стало понятно, что это война на уничтожение, он собрал четырёх редакторов и изложил им эту диспозицию. И все четверо рассказали, что если будет принято решение ложиться под Путина, то они уходят со своих мест. Гусинский рассмеялся и сказал, «Гады, какой бизнес погубили?» Сказал ему, шутя. И пошёл на эту войну. У него был выбор уволить их и пойти на соглашение с Кремлером. Он не пошёл на это. Он принял вызов, объявленный Путина. Он не лёг под Путиным. Он воевал. Воевал он на стороне, извините, свободы слова. Гусинский недальновидно не нашёл общего языка с Путиным? Или он был каким-то таким человеком принципа? Нет, нет, нет. Я думаю, что тут что-то какая-то нашла коса на камень. Им, конечно, и ему, и Березовскому, конечно, казалось, что каким бы ни было правительство, они всё равно останутся квазиправительством. Я был тогда ещё подростком, и то и дело грудь просил, когда Гусинский с Березовским ввели христианство на Руси. Равноапостольные наши, они и Господь испанси. Этого ему всё везло. Всегда везло. И всё удавалось, в конце концов. Это ведь тоже люди, которые прошли эйфорию 90-х, когда они были полухозяевами страны и уж точно хозяевами жизни, и они знали, как надо. И все эти правительства без конца менялись, и они оставались. Я не участвовал в этой политике, но у меня было некоторое понимание, слухи, которые я слышу от людей, от того, как Гусинский вообще общался с новопоставленным президентом. Но если со мной так разговаривал бы, я думаю, что я тоже поменял бы условия игры с ним. Пацаны бодаются. Нормально, пободаем все. Ты решил, что ты на меня наедешь? Я на тебя наеду. Ты на меня наедешь? Я на тебя наеду. Ты на меня наедешь? Я на тебя так наеду. Ну и так далее. Исключено, что его никакого конфликта не было, а Гусинский его сам придумал для того, чтобы, во-первых, придать себе важность определённую, а во-вторых, для того, чтобы показать, что он пострадавшая сторона. Есть такая легенда, что был какой-то разговор между Гусинским и Путиным, который как-то плохо кончился и в котором Гусинский пытался продемонстрировать Путину, что у него в руках есть инструмент, который посильнее, чем то, что есть у Путина. Между «Газпромом» и «Мидиамостом» велись нормальные, совершенно спокойные деловые переговоры о реструктуризации вот этих задолженностей. Они были прерваны одномоментно, явно под давлением сверху, вскоре после того, как Владимир Путин вступил в должность президента. Это было где-то в апреле или в мае 2000 года. Для развития канала нужны были деньги. Но в отличие от ОРТ и от РТР, НТВ не могло рассчитывать на господдержку, потому что там не было государства в качестве акционера. Поэтому ему нужно было как-то выходить из этого кредита самостоятельно. Поэтому он залез в долги «Газпрома». Этот миллиард, этот кредит «Газпрома» называйте как хотите – взятка или подарок по результатам избирательной кампании 96-го года. Вы к чему говорите-то? Что Гусенский был в конфликте с Путиным, и поэтому «Газпром» предъявил ему, чтобы он погасил долги. А если бы он не был в конфликте с Путиным, то что? То ему бы закрыли глаза на эти долги, простили их. Для них в то время полмиллиарда долларов тоже были огромные деньги. И так просто добиться их реструктуризации вряд ли бы получилось. Ребята не прогнулись. Ребята сказали – нет, реструктуризации не будет. Бабки на стол. А, так вы нашу свободу душите. Мы же свобода слова. А почему-то свобода слова и бандитская разборка, и бандитский наезд. Типичный наезд в духе Гусинского. Вот когда он понял, что он проиграл игру, Гусинский не придумал ничего лучше, как пойти в окна. Финансовые проблемы были, это я знаю точно. Я видел зарплатную ведомость. Там было очень много людей, в том числе которых я вообще никогда не знал. И в том числе тех, кого я знал, но которые к НТВ не имели никакого отношения. Это была огромная зарплатная ведомость. Там были очень хорошие суммы. То, что было с чем бороться – это 100%. Это было непонятно что, но точно не бизнес. И вот нас пригласили как эксперты в инвестициях и в особенно инвестициях в трудные ситуации. Нас привлекли как управленцами этого бизнеса. То есть я пришел, у нас не было никаких политических мотивов. У нас чисто была задача взять те деньги, которые «Газпром» вложил в этот актив, выстроить нормальную компанию из этого, которую «Газпром» могла бы потом или продать, или хоть вернуть себе те деньги, которые они вложили в это. Так не бывает, когда вы получаете кредит на определенный срок, на определенных условиях, а потом вам говорят – отдай сейчас. Так бывает только когда нужен инструмент для расправы. Но он стал инструментом для расправы. И это легко было народу объяснить. Ну как, он должен денег, не отдает – гад. И ровно это говорил Путин на своих пресс-конференциях. Вот, собственно, после того, как там Гусинский оказался в тюрьме. Господин Гусинский, кроме того, что он предприниматель, еще известный общественный деятель, он руководитель одной из международных еврейских организаций. Ну, слава богу, там, по-моему, ничего не украдено, и в этом смысле к нему претензий нет. Путин безошибочное кадровое решение принял, когда Коха поставил на уничтожение НТВ, потому что там были сильнейшие личные мотивы и сильнейшая личная ненависть. А до этого, когда Гусинский сажал меня в тюрьму, он что делал? С помощью НТВ. Он сводил со мной что? Лично еще. Ему это можно. Нет, я не говорю, что кому-то что-то можно. А мне нельзя. Потому что это низко и некрасиво. Нет, ну не факт, что гнусностью на гнусность отвечать, я не уверена, что это хороший… Тогда скажите это так. Гусинский совершил гнусность. Хотя бы это, признайте. Меня все судят, Гусинского никто. Генеральный директор «Газпром-медиа», вы им стали летом 2000 года. Да. И спустя буквально неделю или дней десять Гусинский был арестован. Я могу вам сказать, что я был одним из тех, кто подписал письмо о защиту Гусинского и с требованием его освободения. Поэтому упрекать меня в том, что он оказался на один день в тюрьме, это, на мой взгляд, несправедливо. Эти бы это художество были, генеральной прокуратуры, которая зачем-то это делала. Я к этому сюжету не имею ни малейшего отношения. Арест Владимира Гусинского летом 2000 года это был что? Акт устрашения? Конечно. Это был акт устрашения. Путин знал, что говорилось. Это был акт прямого давления. Что, простите? Это по воле Путина произошло? Конечно. Нет никаких сомнений, что такого рода решения принимаются не просто с согласия, а и по прямой команде. Совершенно очевидно, что санкция была дана, а может быть и инициатива была. А давайте его там на три дня посадим. После того, как Владимир Гусинский вышел из Бутырского следственного изолятора, он вышел напуганный? Он понял, что это серьёзный шаг со стороны Путина? Или всё-таки он надеялся, что он отыграется каким-то образом? Он довольно быстро оправился и был готов драться, сражаться. Что он, собственно, и делал. В общем, барахтался он ещё, можно сказать, практически целый год. Мы ему просто предлагали все кредиты простить, ещё доплатить 300 миллионов, и он просто передаёт нам все эти активы. И он подписал эту бумагу. Так называемый протокол номер 6? Но это не протокол номер 6, это договор, а к нему был приложен протокол номер 6. Ради этой бумаги всё было устроено, а после того, как бумага была подписана, показалось Коху и Лесину, который играл большую роль во всей этой истории, показалось, что всё, проблема решена, как-то задача выполнена, НТВ разрушена, Гусинский повержен, пусть едет куда хочет. А почему всё-таки Гусинский не стал исполнять подписанные? Он решил побороться ещё? Он решил побороться, ему показалось, что западло так сдаваться. Гусинский решил заявить, что оно было подписано под политическим давлением, так оно, собственно говоря, и было. Ведь уголовное дело против Гусинского было закрыто, кстати, замечу, по реабилитирующим обстоятельствам, за отсутствием состава преступления, только после того, как он подписал этот самый договор и 6 приложений к нему. Свет Сорокина, чистая душа, возьми да и бряхни в камеру. Владимир Владимирович, пожалуйста, услышьте нас, найдите время, может быть, вы встретитесь с нами, с коллективом, который, собственно, и делает канал НТВ. Мы не олигархи, не входим в совет директоров. У нас нет акций. Её соединили с Владимиром Владимировичем, который сказал, что же вы, значит, могли бы обратиться напрямую, зачем же через телевизор, на что, честно, Света сказал, прошли те времена, когда к вам можно было бы обратиться напрямую. За два месяца до уничтожения НТВ мы всё-таки отправились в Кремль в надежде хоть как-то поговорить. Потому что, ну хорошо, спор хозяйствующих субъектов. А при чём здесь журналисты? А при чём здесь информационная политика? Вот это при чём здесь всё? И разговора не получилось, мягко говоря. Я думаю, что он по-питерски собирался ей предложить, что типа «Инокентиевна, давай от этих шалопаев, давай возвращайся на Россию, и всё. Там не будет. Они обречённые. А тебе жить да жить». Наших же девочек увели в кабинет. Сначала и Миткову, и Сорокину, да, где их обрабатывали. Но очевидно, одна согласилась, другая нет. Мне кажется, что потом мы встречались все. А потом он нас оставил обеих. На этой встрече вы поняли, что НТВ всё? Мы поняли, что нас выслушали. Я для себя сделала вывод, что история ещё продолжается. А как она закончится, непонятно. То есть никаких точек, какого-то окончательного слова никто не произносил. Я понял, что силы неравны. Я понял, что нас уничтожат. Ну, потому что против лома нет приёма. Я первый раз тогда встречался. Потом это наскучивает, потому что это одно и то же. А по первости это впечатляет, конечно. Я не знаю, зачем ему, кстати, это потребление. Всё же было решено. Но мне кажется, что времена ему просто скучно. И ему хочется с людьми, которые могут чего-то тут, что-то ершиться, что-то ерепениться, чтобы такие вот были. Я несколько раз потом видел в подобных ситуациях его заинтересованность просто в том, что вот они сейчас посидят, потрындят, последствий никаких иметь не будет, но типа с интересом провёл время. Можете ли вы рассказать о том, о чём шла речь на ваших встречах с Владимиром Путиным? Встреча была одна, достаточно формальная. Это было уже где-то в 2001 году, может быть, в феврале, может быть, в марте. Он мне сказал, контрольный пакет, когда возьмёшь, Киселёву не увольняй. Пусть он будет генеральным директором. Я его не послушался, но, возможно, и потому что я считал, что Киселёв плохой генеральный директор, чтобы было право. Киселёв может быть хороший журналист, но как менеджер он так сильный. И уж, во всяком случае, он точно хуже Бориса Йорна в этом смысле. А во-вторых, Киселёв много раз сам говорил, что он никогда в каких обстоятельствах не останется. Поэтому у меня не было шансов его не уволить. Он сам уволился. У меня были разговоры с покойным Лесиным, тогдашним министром информации и печати. Вот он действительно намекал мне на то, что лучше бы ты ушёл в отставку по собственному желанию. От греха подальше. Это было уже абсолютно долго существующим предприятием, корпорацией с кланами, с внутренними интригами, как в любом творческом, особенно творческом коллективе. И такого прямо уже, как раньше, как в первые годы, конечно, не было. Но, тем не менее, все были довольно сплочённые команды в целом. Журналисты коллектив НТВ называют собрание незаконным и не имеющим юридической силы. На данный момент под этим документом подписались 357 человек. Работать мы уже как-то не очень работали. В студии стоял стул вместо ведущего. И представляете, у этого стула был вполне приличный рейтинг. У 17-го подъезда Останкина проходили митинги, на которых выступали коллеги. Меня тоже как-то позвали выступить, я отказалась. Почему? Потому что я считаю, что это не дело журналиста выступать на митингах. Мы должны быть либо там, либо там. Освещать этот митинг? Пожалуйста. Неожиданное для меня количество народа. Я говорю, я Евгений Киселёв, генеральный директор той самой телекомпании, в поддержку которой собрали этот митинг. И дело не в судьбе конкретного телеканала, в данном случае НТВ. Просто за последние 10 лет большинство отвыкло быть марионетками и выработало привычку думать. Думать, что живёт в демократической стране. На демонстрацию в защиту НТВ в Москве вышло 30 тысяч человек. Ну что, немало всё-таки. Это немало. Или это по нынешним меркам немало? Это по нынешним меркам немало. Но для сюжета оказалось мало. Что касается митингов, ну как-то вы так это замахнулись. Что это за митинги, 2000 человек? Это не митинги. 30 тысяч говорят. Ну кто это говорит? Ну кого вы слушаете? Ну писатель. Эти митинги не случились, не произошли. Потому что если бы телезрители хотели оставить НТВ, независимое телевидение, если бы они его хотели оставить, они бы конечно это сделали. Я в нем не участвовал, а я снимал репортаж про него. То есть для новостей, сохранил некую иллюзию стороннего наблюдателя, именно репортера. Но вот там был человек, такой по виду какой-то инженер, лет 50 с плюсом. Он мне как бы представитель НТВ говорил, что просто не на камеру, а просто говорит, вот я сюда пришел, потому что я жил уже в той стране, куда они нас хотят обратно запихнуть. И я очень хочу, чтобы этого не произошло. Потому что мы-то думали, что каждый день мы выходим в эфир, и они не могут без моего репортажа, они не могут без этой моей правды. Да, я рисковал, да, я не выспался, да, я голодный, но они-то, они-то ждут, я должен быть первым. Оказывается, нет. Они все спокойно могли без этого. И будут без этого. Им хорошо. Это наш с вами образ мысли. И без ущерба для душевного здоровья, нашего с вами душевного здоровья изменить его уже нельзя. Вот все, что говорил, я говорил искренне, я так и думал в этот момент. Мы находились в таком романтическом, как я сейчас понимаю, заблуждении, но это такое все равно хорошее, приятное чувство, которое... Хорошо, что оно было в моей жизни тоже. Не такое уже и заблуждение это было все-таки? Вы отстаивали там свободу своей профессии? Ну, да, с одной стороны. С другой стороны, я сейчас-то понимаю, что, конечно, мы были частью одной большой политтехнологии. Журналистика, она не может не быть частью политтехнологии, особенно телевизионная журналистика. Немножко стыдно, что пришло только 15 тысяч, и немножко стыдно, что не все пришли в эту студию, и очень стыдно осознавать, что в скором времени в нашей стране будут искать тех, кто симпатизировал НТВ. Раскол пойдет по новой линии. Да и просто как девушка в жизни у нас дома... Я решил, что я не смогу пойти на следующий митинг. Просто это невозможно выносить. Ну, потому что мы боремся сами за себя. И на этом митинге люди стоят с плакатами, которые изготовил НТВ-дизайн, и мы раздали. А флаг НТВ висит в мужском туалете восьмого, стало быть, этажа. Журналисты не могут участвовать в драке акционеров и не могут оказываться бойцами этого фронта межакционерной войны. Что-то сделайте и дайте нам работать по профессии. К нам приезжал Кох, и он беседовал со всем активом в лице ведущих, ведущих корреспондентов. Киселёв был на этой встрече, я очень хорошо помню. И зачем приезжал Кох? Мы, в общем-то, поняли. Он приезжал предложить как бы мир. Я считаю, что не нуждается в признании. Вы публичный человек. Как-то не нуждается в признании. Ну, во-первых, я не считаю себя публичным человеком, а во-вторых, я не нуждаюсь в признании. Вы глава компании, милочку. И что? А 46%? Иначе вы не сможете руководить. 46% у нас, кстати, независимо от того, признаёте вы это или нет. Я очень согласен с вами, называя эту историю «История раскола НТВ» и связываете меня с тем, что НТВ раскололось. Я никуда никого не расколол, я всех приглашал на работу. Но это предложение принято не было. Нас стали собирать довольно часто, проводить политинформацию. Идёт давление, что канал хотят забрать Агусинского, того, что мы ни в коем случае не должны достаться государству, что это будет конец свободы слова, что мы должны понимать, что мы уникальный журналистский коллектив, что от нашей позиции всё зависит, или, по крайней мере, очень много. Если мы сейчас не прогнёмся, то и мы победим. И всё такое. Это была возгонка, которая усиливалась в течение последнего месяца перед началом апреля 2001-го. И ситуация внутри уже была очень накалённая. Но это было очень всё травматично. Сейчас никто не любит это вспоминать. Ко мне подошла одна коллега, с которой у меня были очень хорошие отношения, и в упор так меня спросила, а правду говорят, что тебе пообещали должность главного редактора? Я достала последней каплей. Я поняла, что здесь мне делать нечего. Пошла в кабинет Киселёва, оставила заявление и ушла. Но ещё чуть раньше это сделал Парфёнов. В неделе конфликта вокруг НТВ принесла потери. Накануне сегодняшнего митинга ушли два человека. С нами больше нет Леонида Парфёновой и Татьяны Митковой. Ну, собственно говоря, всё. Приехал домой. Вся зарёная. Муж налил покал вина и сказал, ну и слава богу. Я рада, что ты сделала выбор. За что боролись коллеги, которые не написали тогда заявление об уходе в этот момент, когда это сделали вы? Насколько они искренне боролись за свободу слова? Или они, по-вашему, были всё-таки пешками в чьей-то такой большой игре? Вы знаете, и то, и другое. Это абсолютно не исключает одно другое. Нас, конечно же, использовали. Просто многих даже в тёмную, воспользовавшись нашими романтическими представлениями о профессии, о том, какими отношения должны быть в уникальном журналистском коллективе. И если плохо сейчас нашему руководителю, Жене Киселёву на тот момент, Владимиру Александровичу Гусинскому, то мы должны, конечно, за них прячься. Тогда журналисты, может быть, кричали слишком громко, может быть, в выступлениях некоторых из журналистов, которые тогда поддерживали мою позицию, было чуть больше пафоса, чем нужно. Но в итоге-то говорили дело, что, ребята, это не конфликт хозяйствующих субъектов. Это начало наступления на средства массовой информации, начало закручивания гаек, начало отъёма у нас права на независимую журналистику, права на профессию. Так оно и вышло. Когда вы писали заявление об уходе, вы действительно думали, что уходите навсегда? Я не понимал, как долго это будет продолжаться и как потом сложится эта ситуация, но находиться в этом дальше было просто невозможно. Ну, просто по-человечески. Ну, просто перегнули палку по части борьбы вот этой самой. Я догадывался, что с некоторыми из журналистов НТВ ведутся, так сказать, сепаратные переговоры. Ходили слухи, что некоторых участников противостояния отдельно подкармливали, но я про это не знаю. Не знаю. Свечку не держал, сказать не могу. Я никаких денег не получал. У меня был учитель в профессии Леонид Парфёнов, который явно и внятно обозначил своё несогласие с Киселёвым и готовность работать с новыми менеджерами. И поскольку я был его человек, я был его ученик, и было понятно, что я ему буду нужен в журналистском смысле, для меня это не было тяжёлым решением. Я думаю, что если бы Парфёнова не было как фактора в тот момент, то я бы, наверное, ушёл бы вместе со всеми. Мне ведь не сделали ни одного непристойного предложения. Всех вот водили к Йордану ужинать, значит, в пент-отель, разговоры разговаривать. Всем там объясняли что-то, зарплаты получали. Меня не позвали ужинать. Кох, когда меня кадрил, за три дня до разгона, до захвата НТВ, он не пытался меня покупать. Он не посмел меня покупать. Йордан в основном молчал. 10-12 человек у нас было. В общем, на тот момент желающих остаться было не очень много. Мы ему только сказали, что мы хотели бы остаться на тех же профессиональных принципах. И только с этим условием мы готовы продолжить работу на НТВ. Всё, на этом мы расстались. Конечно, для них всех я был абсолютно никто. Здесь был Гусинский, а здесь какой-то финансист Йордан пришёл. Но мы нашли, говорится, контакт с ними. Я честно скажу, мы нашли контакт. Я сказал бы, особенно с Парфёном. Мы даже потом подружили, мы там семьями встречались. Говорят, что вы остались, потому что Йордан вам предложил какую-то крупную сумму денег и на Медней. Выпускать на Медней как еженедельную программу было моей инициативой потом. Для меня в работе ничего поначалу не менялось. Это потом я решил, что давайте вот такое делать. Парфёнов, как положено, по-настоящему одарённому человеку, человек абсолютно эгоцентричный. И это правильно. Все большие художники – эгоцентрики. Он рождён для того, чтобы реализовать свой дар. Парфёнов должен быть на телевидении. Это главное. Гусинский, не гусинский. Свобода слова, не свобода слова. Я с Киселёвым работал. У меня вообще не было. Вы поймите, я был абсолютно аполитичный человек. Я был готов со всеми работать. Я не пришёл с каким-то заранее подготовленным мышлением по поводу этого канала. Я с Борисом Йорданом встречаться не стал. Я об этом не жалею. А почему не стали? Я не мог совершить предательство по отношению к людям, которые в тот момент меня поддерживали, которые в меня поверили. И предательство по отношению к тому же Игорю Малошенко, к тому же Владимиру Гусинскому. Помню, был совершенно жуткий, ну, жуткий тяжёлый эмоциональный момент, когда в очередной раз я встречался с Лёней где-то в ресторане около Ударника. И, ну, он меня там в очередной раз убеждал, что нужно остаться и так далее. И я вот, да, взрослый мужчина, который там кучу войн прошёл, я вернулся в машину, и просто у меня истерика началась. Я никогда не ставил под сомнение своё решение остаться, но я до сих пор не могу себе ответить вот этот вот эмоциональный срыв. он был как бы в подтверждение, что я правильно поступил или всё-таки в подтверждение, что надо было с большей частью НТВшных друзей уходить. Потому что среди тех, кто ушёл с Киселёвым, друзей было гораздо больше, нежели среди тех, кто остался. А охрана? А? А новая охрана? Нет, ну окей, ну а то мы сменили охрану, которая была, да. Меня не пускают на восьмой этаж. Меня не пускают. Я тут ещё работаю. Я же не уволен. Я не уволился. Трудовая книжка ещё здесь. А меня не пускают. А почему, спрашиваю я у охраны, у новой охраны. А вы в чёрном списке. Значит, они в белом списке, а я в чёрном списке. И они знают, что они, будучи в белом списке, смотрят на меня, стоящего за перегородкой, и они знают, что я в чёрном списке. Привет, Коль, привет! Вы так и не попали в ту ночь на восьмой этаж? Нет, я вообще туда больше не попал никогда. Мои вещи, которые у меня остались, мне выносили порциями оттуда. Они приводили цивилизованные доводы, они говорили о... В эту ночь я был дома, у меня раздался телефонный звонок, звонил Паша Лобков, он сказал, что нас захватили, приезжали. Я приехал, меня без проблем пропустили. Меня прошёл на восьмой этаж. Там находились те сотрудники, которые собирались остаться, то есть те, кто был в тот момент сторонниками Киселёва, ну и те сотрудники, которые считали уже, что нас используют и что так дальше продолжаться не может. Вот все в таком напряжённом настроении ходили, бросали друг на друга испепеляющие взгляды, упрёки и так далее. В комнате в горсети сидят коллеги, все такие мрачные, и с ними Добродеев, абсолютно с почерневшим лицом. Когда я зашла в комнату, на меня посмотрели как на врага. Я поняла, что меня здесь не рады. А как на вас отреагировали, на ваш приезд, ваши коллеги? Ну никак, как-то не было никому особо дела. Я не помню. Я не поехал. Атмосфера была какого-то зимнего дворца в октябре 2017. Люди ходили совершенно уже такие полубезумные просто. Почему председатель ВГТРК пол шестого утра в Страстную Субботу находится на этаже телекомпании НТВ? Потому что я уже не председатель ВГТРК. Не мне. Жень, пошли дальше. Убери камеру. Это несерьезно. Меня убирали в камеру, а я камеру никогда не убирал. Володь, из камеры убирал тебя я. Извини меня. А зачем он приехал на НТВ тогда ночью? Он не стал прятаться за спину. Он приехал как человек, который руководил этим. Да, это его. Он сказал, что он чувствует ответственность за всех. Но определенного мужества это от него потребовало, конечно, приехать, встретиться с Карамурзой, своим другом. Они были друзья просто юности, ближайшие. И встретить Володю, сцепившего руки за спиной, было для него, конечно... Конечно, это потребовало некоторого мужества. Мы сидели, вели такой достаточно тяжелый разговор в одной из комнат НТВ. И в какой-то момент Паша Лобков сказал, «Все, господин Йордан, я не могу больше здесь оставаться. Я пишу заявление». Взял лист бумаги, написал заявление и сунул в руки Йордана. Ну и все по цепочке начали писать эти заявления. И образовалась такая цепная реакция, основанная на эмоции. Паша Лобков первым снял свой портрет со стены. Он такой мастер эстетического жеста. И пошел с ним на выход. Они переходили на ТНТ, которая оставалась еще за Гусинским какое-то время. И вот на этот эффектный жест еще кто-то повелся. Правда, Паша потом вернулся, как известно, вместе с портретом. Вел растительную жизнь и много чего еще. Потом мы взяли свои манатки и перешли к подземному переходу, в другое здание, и началась какая-то там другая жизнь. В этом было много, конечно, такого театрального и истеричного, безусловно. Мы были неопытными, горячими, наивными, неинформированными по большому счету. Они очень хорошо понимали, что и по каким причинам происходит. Дальше я просто была очевидцем. Просто стояла в коридоре и смотрела, что происходит. До утра. А утром новости надо делать. Тем временем журналисты НТВ, которые поддерживают прежние руководства телекомпании, во главе с Евгением Киселевым писали заявление об уходе в знак протеста против прихода нового начальства. Я эту ночь проспал. Я абсолютно был не в теме, что там что-то движуха какая-то. И поэтому я только когда утром проснулся, я понял, что все уже случилось, смена произошла. И в какой-то момент приехал уже в осиротевшую редакцию, скажем так, и стал вникать в то, что мы можем делать. Я потом пошел на субботнюю заутреннюю. Я помню, мы стоим в храме, я с женой, с детьми. Люди начали поворачиваться, на меня смотреть и показывают на меня пальцем. И я посмотрел на супругу и сказал, вы знаете, у нас были маленькие дети с нами. Я сказал, давайте уйдем сейчас. Я реально побоялся за безопасность детей. Но потом, когда мы вышли, если честно, нас окружила большая группа людей. И я очень боялся, что будет что-то. А наоборот, они все нас хвалили и сказали, что слава богу, в этого негодяя с этого канала снесли. Я был просто удивлен, потому что я, первый, не считаю Гусинским негодяем. Я к нему абсолютно нормально отношусь. Я полетел в Испанию встречаться с Гусинским, с Малашенко. И просто обсуждать, что называется, стратегию выхода из кризиса. Потому что я понимал, что как-то нужно принимать какие-то решительные шаги. Ну и, в общем, в итоге было решено, что мы перейдем работать на ТНТ, которая пока что еще оставалась под контролем Гусинского, а потом перейдем работать на шестую кнопку, на ТВ-6. На сей счет у Гусинского были договоренности с покойным Борисом Березовским. Спустя полгода ТВ-6 был отключен от эфира. И команда старого НТВ продолжила работать на канале под названием ТВС до его закрытия летом 2003 года. После чего кто-то вернулся на НТВ, кто-то ушел из профессии, а кто-то перешел на другие госканалы, где и продолжает работать до сих пор. Ты жалеешь, что остался тогда? Я себе много раз потом задавал этот вопрос. Я не жалею, на самом деле нет. То, что мы сделали на НТВ после 2001 года, когда это еще было возможно и в программе «Намедни» и в новостях, которые я потом вел и возглавлял, мне за это не только не стыдно, я этим даже горжусь. Я не склонен к какому-то последующему. Она вот мучится, а вот если бы тогда, вот это я могла бы побежать за поворот, вот это мне совершенно не, как-то не в характере. Я это проживаю, оно случилось так, как случилось. Наверное, с холодной головой можно там чего-то было бы и по-другому сделать, но уже как сделано, так сделано. Видал я такие кризисы, называются. И столько раз приходилось принимать решения, а как ты вот теперь, как ты будешь теперь жить, как ты будешь работать, что ты вообще будешь делать. И как ты должен изменить себя, чтобы в этих новых условиях найти способ по-другому, но делать. Я, в общем, обычно никогда ни о чем не жалею. О чем можно пожалеть? О том, что, наверное, недостаточно усилий было приложено со стороны тех, кто искренне любил этот канал, с тем, чтобы его так вот не опустили. Знаете, я живу по принципу «делай, что должно и будь, что будет». Я для себя какие-то решения принял, я что-то там делал, может быть, в чем-то ошибался, но, в принципе, вот знаете, я выбрал тогда курсы, ему следовал. Непонимание, я бы так сказал, непонимание телезрителей. Мне непонятно, как вы отказались от такого продукта. Как вы так легко смогли это сделать. Почему вы не сожалеете об этом? Почему вы так легко позволяете вас одурачивать? Огорчение осталось, потому что некоторых людей, я имел основание предполагать в них наличие, простите за пафос, гражданского чувства и достаточного ума, чтобы понимать, что происходит. И досада, конечно, осталась. Честно говоря, вот с тех пор я так и не нашел ни одного места работы, где бы мне было бы так же комфортно. И с такой же самоотдачей я бы работал, как это было там на НТВ вот в лучшие годы. Это наша как бы такая карма. Всегда скучать по тому времени. Многие считают, что у меня со мной Кремль там справедливо, там, я даже расплатился. Это неправда. Они меня кинули и ничего мне не заплатили. Хотя обещали. Во всяком случае, обещал мне Лесин, что я заработаю, что, так сказать, мне и «Газпром» обещал денег заработать. И пришел Миллер, который сказал, что он не считает, что у «Газпрома» есть передо мной какие-то обязательства. Если говорить о моих репутационных потерях, я не считаю, что они справедливые. Но я считаю, что они объективные. Конечно, журналисты сделали все, чтобы сделать из меня кусок дерьма. Мне очень понятна психология женщины, подвергшаяся сексуальному насилию после этой истории с расколом НТВ. Потому что это какой-то опыт, с одной стороны ты говоришь себе, что тут нет ничего стыдного, что ты боролся, ты сделал все, что мог. А с другой стороны, все равно не хочется это вспоминать. Это такая страница, которую хочется перевернуть и больше никак к ней не возвращаться. Для вас это травматичный опыт? Вы знаете, нет. Просто после этого произошло столько событий в стране, страшных по своему трагизму. И это и Норд-Ост, это захват заложников в Беслане. Ты когда работаешь в новостях, ты все это через себя пропускаешь. Все вот то, что было в 2001 году, оно, конечно, с годами остается где-то там в закромах памяти, ну, как твоя глубоко личная история. Меня сделали антисемитом, человек, который давит на свободу слова, на что только об ней не говорили. Знаете, это было, конечно, очень неприятно. И были моменты, конечно, где я думал, что куда я вообще влез, потому что я немножко недооценил политизированность этой ситуации. Это была моя молодая наивность, если честно. Но я знал только одну вещь, что если я хочу, чтобы мою репутацию навсегда не замочили как душитель свободы слова и как антисемитам, я должен доказать, что я не являюсь душительным свободой и не антисемитом. Борис Йордан ушел с поста гендиректора НТВ в самом начале 2003 года. За несколько месяцев до этого президент Путин обвинил руководство телеканала в том, что оно показало в прямом эфире штурм театрального центра на Дубровке. На самом деле никакой прямой трансляции не было, но освещение Норд-Оста Йордану не простили. В мае 2004-го с НТВ уволили Леонида Парфенова за то, что он опубликовал снятые с эфира интервью с вдовой чеченского сепаратиста Зелимхана Яндарбиева. Алексей Пивоваров проработал на канале до 2013 года. Говорить, что НТВ передали другим собственникам, установили над ним госконтроль, и там сразу наступил мордор, и оно превратилось в то НТВ, которое мы сейчас знаем. Нет, это неправда. Это был очень-очень медленный процесс. Очень медленный. И поначалу свобода слова не стала меньше. Поначалу. Потом ее становилось меньше, меньше, еще меньше, еще меньше. Потом уволили Парфенова. Потом еще. В общем, сужалась шагреневая кожа. Это был главный сокрушительный удар по свободе слова. Потом уже можно было дотаптывать вплоть до РЕН-ТВ. А началось все с уничтожения федеральной телекомпании, самой популярной, при которой невозможно было существование того Путина, который планировался, авторитарного властителя. Здесь не было свободы слова. И те люди, которые это говорят, они живут в абсолютных иллюзиях. После моего прихода реально на НТВ было свободы слова. Потому что мы пришли туда без политической задачи. Я считаю, что из-за этого нас убрали с канала, а не по каким-то политическим причинам. Точка счета нужно считать, конечно, 1996 год, когда мы все должны сплотиться вокруг одной истины и спасти Отечество в виде Бориса Николаевича. Мне кажется, что захват НТВ это, опять же, приблизил и ваше увольнение с НТВ. Нет, я просто полагал, что какое-то время, так и было, они не смогут абсолютно все монополизировать. Эти три сезона для меня, конечно, оправдание. Того, что было. Не от того, что мы там хорошо работали, но тот шанс, который оставался, надо было его использовать. В большой российской политике все идет по плану. Сначала неделю все жили отставкой прежнего премьера, теперь неделю назначением нового. Вы тогда уже подозревали, что недолгого? Конечно, конечно. Нет, это было понятно, что это конечно, но так все конечно. И опять-таки, знаете, я буду не первой жертвой царизма. Ну да. Никакого путинского режима нынешнего не было бы, если бы эта задача не была бы решена. Вот так. Силой, нагло, демонстративно, грубо, с переламыванием человеческих судеб и жизней, с требованием клятв верности публичных, с использованием личных отношений, мотивов мести и всего остального. Так что это важнейший этап в русской истории. Не только в истории русской прессы, но и вообще в истории российского государства нет. Да и нет. Мне кажется, свобода слова в рамках определенных условий, она никуда не делась. Ну конечно, у нас была свобода слова гнобить Зюганова и хвалить Ельцина. Это свобода слова. Любая свобода слова должна быть ограничена твоей собственной совестью и профессиональными критериями, а также пониманием того, где ты работаешь. Не согласен ты с этим? Уходи. Посол США уедет из России на несколько недель. Об этом сегодня заявил сам Джон Салливан. В Вашингтоне он обсудит, как дальше выстраивать политику в отношении Москвы. Сегодня свой совет начальнику Салливана дал бывший президент Америки Дональд Трамп. Скажите, пожалуйста, что здесь внутри? Это как бы личные компромиссы? Это самовнушение? Это желание подстроиться под изменчивый мир? Ипотека. Это ипотека? Сегодня я продолжаю заниматься журналистикой. Просто еще раз подчеркну, журналистика отражает свое время и решает те задачи, которые перед ней стоят в это время. Никакого компромисса с совестью здесь нет. Больше того, в 2014 году все совсем кристаллизовалось, поляризовалось и стало понятно. И так легко, как последние 7 лет, мне вообще не работалось никогда. Потому что я понимаю, для чего я это делал. Верни Трудиага, конечно, был. Великий Трудиага. Он очень честный журналист, он очень хороший журналист. Но так случилось, как случилось. Нет, вообще конформизм – это же страшная вещь. Понимаете? Ведь расчет-то был сделан на это. Вот ты что хочешь? Остаться без всего? Или ты хочешь иметь всю долгую жизнь? Да, ты можешь совершить подлость. Но ты после этого, мы тебе гарантируем, у тебя все будет хорошо. Наша ценность – это крепкое, стабильное государство с сильной армией, с сильной экономикой, с высокими зарплатами. И главное, чтобы там была стабильная политическая система. Если этой политической системе что-то начинает угрожать, то, конечно, мы будем за это биться. Мы будем сопротивляться против подрыва политической системе. Особенно, если чувствуем, что угроза исходит извне. Все поступили так, как хотели. И Мамонтов пошел жить свою жизнь, Мацкевич пошел жить свою жизнь, Парфенов – свою, я – свою, Сорокина – свою. Кто-то ушел из профессии, кто-то спился, кто-то сучился. Каждый пошел жить свою жизнь. Взрослые люди. Ну, были повзрослее, были помоложе, молодых было жалко. Молодых было жалко, потому что, когда становишься звездой в 19-20 лет, в 19-25 тебе говорят, либо иди работать на Кума, либо тебя больше не будет в ящике вообще никогда. А вот это дьявольский выбор. Помимо того, что я продолжаю оставаться главным редактором новостей, я окунулась еще и в другие ипостаси нашей журналистской профессии. И я сняла несколько документальных фильмов, а потом сделала цикл «Крутая история» о людях, которые, невзирая ни на что, оставались верными себе и добились того, чего не хотели. 200 лет назад мои предки вышли отсюда, и я сюда вернулся. Причем буквально. Они же, так сказать, швабы у меня были. У них даже акцент был швабский. У меня маленький бизнес по недвижимости. Я стройкой занимаюсь. Сдаю в аренду, продаю. Я сейчас работаю на канале RTVI в американской редакции. Сейчас я с большим удовольствием занимаюсь тем, что развиваю свой Инстаграм-аккаунт и свой Ютуб. У меня есть передача «Хангость». Я возглавляю самую большую в мире компанию по продаже и производству медицинских продуктов из марихуаны. Я уже 13 лет, почти без малого, 13 лет живу и работаю в Украине. Сменил несколько телеканалов. Сейчас работаю на круглосуточном информационном канале «Украина-24». У меня здесь ежевоскресная, как в добрые старые времена вечерняя программа. Она называется «Реальная политика» с Евгением Киселёвым. Посмотрите, как удалось выключить телевизор, перенастроить его на другую частоту информационную. И все сказали – отлично. Теперь мы смотрим эту картинку. Теперь мы получаем эти новости. «А что изменилось?» – скажет обыватель. Среднестатистические телезрители. «Да что случилось-то? Чё, телевизор есть, работает. О, четвертая кнопка. Все отлично». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...